Добрый день, дорогие сябры, каля микрофона Данута Антелевская. У эфира чарговый выпуск специального проекта радиостанции столица и Министерства внутренних справ Беларуси. Сегодня поговорим про вельминя простую вовсих сенсах тему, причем не просто и у обмеркования, мне здаётся и у расследования, а лея ещё больше травматичная для потерпелых, но я думаю и их близких. У першую чаргу и по той причине, что хвяры дети. Как выкрывать педофилу, как оборонить детей от них, про это и не только мы поговорим сёння, и наши спикеры старшие упалноважены по особливо важных справах Другого управления Головного управления по наркоконтролю и протиденью гандрю людьми Министерства внутренних справ Республики Беларуси. Ян Аргауцов, Ян Петрович, привет, Таня. Добрый день. Дякую, что пришли до нас. Понимаю ваше беспокойство, и не только ваше. Наверное, об этом беспокоятся все родители, у которых есть дети. Эта проблема беспокоит всё наше белорусское общество. Начну, наверное, с того, что в очередной раз в Министерство внутренних дел запланирован комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленный на профилактику сексуального насилия в отношении детей, а также против оборота детской порнографии. Указанный комплекс мероприятий пройдёт с 30 октября по 26 ноября. Примут участие не только правоохранительные органы, но и также все заинтересованные субъекты профилактики. В частности, это будут и учреждения образования, учреждения здравоохранения, общественные организации, объединения и так далее. Наверное, необходимо также обозначить то, что ни для кого не секрет, то, что преступления указанной категории, они обладают достаточно высокой латентностью. И вот здесь необходимо понимать, почему так происходит. Начну немножко издалека, чтобы было понятно, для чего столько много профилактики сегодня. Латентность преступлений связана именно с тем, что об этой проблеме весьма трудно говорить людям, которые пострадали от указанных преступлений. Это я говорю не только о потерпевших непосредственно, но и об их родителях и близких родственниках. Когда совершается преступление, люди не знают, что с этим делать. Они столкнулись с такой бедой, стесняются прийти в правоохранительные органы, боятся, наверное, огласки тому. И, в свою очередь, это порождает безнаказанность преступника. Он остается на свободе, он остается длительное время незамеченным. Соответственно, ничего не мешает ему совершать последующее преступление. Да, так оно действительно бывает, и некоторые преступления совершаются годами и даже десятилетиями. И во всем этом, скажем так, помогает ему сам потерпевший, который не может об этом рассказать и не знает, как это сделать. Соответственно, наша основная задача правоохранительных органов, да и всех заинтересованных государственных органов, всех субъектов профилактики, донести в обществу, донести людям информацию о том, как, в первую очередь, не стать жертвой сексуального насилия, а также, во вторую очередь, это что делать, если все-таки беда пришла, и человек, не дай бог, столкнулся с преступником, сексуальным насильником, что с этим делать. Для этого проводятся целые комплексы профилактических мероприятий, они проходят также на базе учреждений образования, в трудовых коллективах, в учреждениях здравоохранения. На сайтах указанных учреждений, в том числе и на сайте Министерства внутренних дел, размещена информация о горячих линиях, о сайтах, куда можно обратиться за помощью, в частности, есть такой сайт «Помогут.Бай», «Кидс.Помогут.Бай», там подробно есть вся информация о контактах, куда ребенок, либо родители могут обратиться за помощью, и это очень эффективно действует на сегодняшний день. Также необходимо остановиться и на том, что, да, наверное, с одной стороны, у нас есть преступник, который длительное время может оставаться незамеченным, с другой стороны, у нас есть потерпевший ребенок, который столкнулся с проблемой, и по факту он остается один на один со своей бедой, если он никуда не обратился. Да, он, может быть, об этом расскажет родителям, но родители не являются квалифицированными специалистами, не являются психологами, они не могут помочь ребенку в должной степени разобраться с этой проблемой самостоятельно. Почему? Реакция может быть абсолютно разная. Реакция может быть абсолютно разная, и бывает такое, что люди не справились с этой бедой и несут ее через всю жизнь, и это, соответственно, формирует его последующие жизненные решения, в том числе и при формировании семьи, при воспитании детей. Проще по горячим следам разобраться с этой проблемой, помочь человеку, есть очень хорошие специалисты в нашей стране, которые знают, что с этим делать, и как помочь в кратчайшие сроки справиться с этой бедой ребенку. И не только ребенку, и родителям его в том числе. Ян Петрович, вы скажите, на самом речь, об ушне годы, вельми шмат про гэты злочинства и дзе размовы, и такое отчувание складывается, что раньше гэтых злочинствов не было, а зараз яны так не як есть. Гэты неправильное такое уражение, такие деньги, гэты злочинства, яны были за все, да и все ж таки? Преступность указанной категории, она существовала всегда, но опять же говорю, что из-за высокого уровня латентности она оставалась в тени, как-то вот о ней было не принято говорить и так далее. Да, мы уже много лет проводим профилактические мероприятия, цель которых я уже обозначил, это прийти в общество и рассказать, как вести себя в тех или иных ситуациях, и поэтому, соответственно, люди стали приходить в государственные органы, в правоохранительные органы, сообщать это психологам, педагогам, врачам, неважно, и действительно из-за этого, скажем так, возрос показатель выявляемости именно этих преступлений. Если, допустим, брать статистику за последние 10 лет, то с 2013 года по 2022 год выявление этих преступлений возросло в 10 раз. Допустим, если в 2013 году было выявлено всего 110 преступлений, то в 2022 уже 1089. Если говорить про потерпевших детей, которых установили именно потерпевших от указанных преступлений, то в 2013 году это было 113 человек, в 2022 году 917. Значит, но также необходимо обозначить то, что, скажем так, ежегодный прирост указанных преступлений на сегодняшний день уже существенно спадает с каждым годом. Если вот в 2017 году ежегодный прирост составлял 56%, то вот в текущем году он не превышает уже 3%. То есть статистический пик, будем говорить, выявляемость этих преступлений, он уже идет на спад, и профилактические мероприятия, они приносят свои результаты. Также, я думаю, что необходимо остановиться на том, что действует у нас и национальный механизм оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия. Данный механизм определяет алгоритм, четкий алгоритм действий всех заинтересованных государственных органов, субъектов профилактики, как действовать при поступлении информации о совершении в отношении несовершеннолетнего преступления сексуального характера. Это говорит о том, что человек, которому стало что-либо известно о совершенном преступлении указанной категории, это не обязательно будет сам потерпевший, это может быть просто человек, который обладает этой информацией. Он может сообщить любым удобным способом в любой удобный для него орган государственный. То есть это может быть, как я уже повторюсь, это может быть любое учреждение здравоохранения, любому врачу об этом можно сказать, и он будет знать, что дальше ему делать с этой информацией. То же самое будем говорить и про педагогов. Само собой, это правоохранительные органы, безусловно. Просто иногда, может быть, людям удобнее прийти, обратиться к врачу или психологу, или учителю, которому человек доверяет и может об этом сообщить, чем нежели прийти в медицию. Ну вот где-то тут какие-то моменты могут быть. Поэтому для удобства сообщения информации, для комфортного, скажем так, максимально, как это можно назвать, положение людей, как ему это все донести, эту информацию, тогда человек может сам для себя удобным способом выбрать, как ему действовать. Помимо этого, он может, ну кроме того, он может также обратиться и на горячие линии, может обратиться и на сайты, которые размещены, на сайты всех учреждений образования, здравоохранения, правоохранительных органов. Там есть также информация, каким способом можно вообще сообщить эту информацию. Яна Петрович, ну, вы видите, не хочется, так бы мовить, заполохать детей, как они шугались от каждого там дорослого человека, який максимум справдивый, спытался, який час или те, який это номер троллейбуса, так? А, вось, як зарабить так, каб и дитя, вось, не было за шуганом, и той же час не трапила у, вось, гэта, ну, у лик, вось, ахвяры педофила. Гэта частяком, ну, и незухим незнайомые люди. Тут розные ситуации бывают. Ну, нельхаж сказать, опишите нам, вы бачайте, середнестатистичный портрет педофила. Ну, нельхаж так сказать, але... Так сказать, ну, если, давайте, по порядку, то, вот, допустим, органы внутренних дел в период проведения вот таких комплексных профилактических мероприятий мы активно посещаем учреждения, в первую очередь, образования, где проводим и родительские собрания, на каждом из которых присутствует сотрудник подразделений по наркоконтролю и противодействию торговли людьми, и на этих собраниях присутствуют родители и педагоги, и там, скажем так, в режиме простого общения люди могут задать любые вопросы, и там максимально понятным языком мы рассказываем, мы доносим ту информацию, как воспитывать, скажем так, детей в данном направлении. В первую очередь, конечно, это надо всегда интересоваться, ну, такие общие, скажем так, правила поведения, я назову это. В первую очередь, это всегда нужно знать, чем ваш ребенок занимается в свободное время, в том числе и в сети интернет. Ребенок всегда должен понимать, что такое социальная сеть. Надо ему объяснить, что по ту сторону экрана неважно, как человек подписан и сколько ему лет, это совершенно не означает, что это так и есть, и ребенок это должен понимать. Действительно, дети в раннем возрасте, они очень доверчивые, они верят, что вот если подписан сверстником человек, представился там мальчиком, девочкой, девочкой, то для него это так и есть, он в это искренне верит, и преступник в свою очередь это активно очень использует в своих целях и пользуясь доверием ребенка, скажем так, цепляет его на крючок и дальше уже может начинать с того, что попросить какие-то интимные фотографии, потом продолжить каким-то шантажом, продолжить дальше, совершать с ним вот эти развратные действия. Также бывают случаи, что это все переходит в личную встречу, в личный контакт и так далее, поэтому с ребенком всегда нужно иметь плотный контакт родителям и доверие, доверительные отношения это в главе всего стоят, потому что, скажем так, когда ребенок сталкивается с бедой, ему надо четко понимать, что рассказав об этом родителям, ему не влетит за это, а наоборот его поймут, к нему, ему помогут и вот этот момент очень важен. Потом напомните средний, да, портрет среднестатистического педофила, да, назовем так, это, как правило, это люди неженатые, это лица мужского пола, неженатые, либо разведенные, как правило, ранее судимые и имеющие общую рабочую специальность. Вот понятно, что это такая общая картина, но в целом, конечно, всякие случаи бывают, но вот если описывать прям такой общий, широкий, средний формат данной категории людей, то да, вот это такие вот. Ян Петрович, ну мы за счет здесь имкнемся все-таки в программе никого не шокирует с некими подробязностями, но все-таки я кажусь на чужих помылках выучиться, який-нибудь махчома приклад, получальная история, ну без никаких все-таки деталей. Да, действительно, детали тут неуместные, ну и шокировать мне тут тоже не с руки кого-то, и наша цель все-таки достучаться до людей, обозначить эту проблему, обозначить то, что с этой проблемой можно бороться, с этой проблемой можно что-то делать, и люди не должны оставаться один на один с этой бедой, и мы всячески в этом направлении делаем все возможные шаги. Понимаете, тут, наверное, и в общем-то такой пример без подробностей не приведешь, да, мы все знаем по художественным фильмам и по всяким кинематографам, как это все происходит, насколько это страшно и ужасно, и все, скажем так, люди с советских времен знают небезызвестных, небезызвестные фамилии педофилов, да, и маньяков, и серийных убийц, и я думаю, что об этом лишний раз, вот, они просто недостойны о том, чтобы мы в прямом эфире сейчас о ней говорили. Проблема есть, и сегодня мы, можно сказать, сделали уже много шагов вперед, чтобы снизить латентность этих преступлений, и мы будем двигаться дальше, и пока полностью, можно сказать, это выявляемость этих преступлений не сойдет на крайне там низкий уровень. Но, знатки, не хочется, а ли ты не меньше, взрослых, потерпелых, так само абсолютно может быть разный детей, так? Возраст потерпевших абсолютно разный, но средний, скажем так, возраст, когда дети попадают в сети, преступные сети педофилов, это шестерые десять лет, вот, потому что именно в этом возрасте зачастую дети по возрастным своим показателям, скажем так, они не знают, что с этим делать. Если дети постарше, они уже могут, некоторые могут уже издачи дать, образно говоря, по меньшей мере об этом уже могут рассказать, не стесняясь и так далее. 6-10 лет. Ян Петрович, ну, махчуман, некое обугульнение такое на хвилиночку нашего сегодняшнего эфира. Подытожив, можно сказать то, что в предстоящем комплексе оперативно-профилактических мероприятий, которые мы будем проводить, опять же, повторюсь, по 26 ноября включительно, он уже начат с сегодняшнего дня, хотелось бы просто обратиться ко всем родителям, ко всем взрослым, ко всем учителям, работникам учреждений здравоохранения, да всем, в принципе, родителям, у которых есть на воспитании дети, повнимательнее отнестись к ним, хотя бы вот в этот период посетить все родительские собрания, на которые будут вас приглашать в этот период, внимательно послушать сотрудников милиции и других специалистов, которые будут выступать перед вами, и, наверное, обратить немножко, на секундочку остановиться и чуть повнимательнее в этот период посмотреть на эту проблему и, скажем так, поговорить со своими детьми, я думаю, много времени это не займет, но в конечном итоге может принести очень существенные результаты и, возможно, в последующем кого-то мы спасем чью-то судьбу. Дякую, Ян Петрович, я нагадаю, что на сегодняшний наш спикер старший опера уповненваженный по особлива важных справах Другого управления Головного управления по наркоконтролю и протидеянию гандлю людьми Министерства внутренних справ Беларуси Ян Ргауцов. Дякую вам, Ян Петрович, жадаюся гу-самага добрых оберажитеся весь обры и памятайте, что дети яны за усёды и дети имают потребу у батьках, у близких родных а ясше памятайте, что чужих дятей так само не бывая счастья, удачи и николи не трапляйте у яксте лаудельников сумных зводок для того, как в зноутыке рассказывали мы у гэтой программе и иншых про некие неприемности у всех гу-самага добрых счастлива пакуль.